Вы начинаете с тенями не увлекаться, помните, ни в коем случае не во всю всему карандашам и начинать только с самых темных участков на коробке. Сейчас вот сюда выложу образцовую работу. Если вам будет непонятно, как решить правильную задачу, можете встать, посмотреть, как ваши предшественники справлялись с подобными задачами. Пункт, что у вас нет задачи как можно сильнее испачкать риск. У вас задачи совершенно другое. К слову о том, что я говорю. Вот две работы. А где больше карандаша? Это осмысленно или бессмысленно? Это совершенно бессмысленно. Так, секундочку, давай, пожалуйста. Болезненчики есть ли у меня? Да, так. Два города. Да, ладно. Теперь попробуем. Теперь плавно не перестариваться. Небольших, не острых. Размирайте резко все. Будешь на пересечении этих участков. Не доступно, если вы едете. Прямо заправлять немножко больше. Не точить, а заправлять. В любых случаях, при затратке можно получить точку черчения, ну, как игуар буквально. Чем мягче карандаш, тем чаще важный карандаш. Потому что кончик сработается очень быстро. Немноженько, недовольно. Прямо прижимаем. Вот отравленный карандаш, вот видите, что там тонкий на стороне. Очень тонкий. Немноженько, получи черчения. Вот попробуем. Посмотрим, где это имеет смысл сделать. На самом деле, сложный участок. Но лоб пока с ним не работает. Здесь очень трудно. Вот попробуем, затрученную часть черепа. Ну и что? Зачем с кем-клодом? Монтарова-эропил. Сразу, чтобы для него проще соревноваться. Вот эти цветы, вот эти монтараны. Так. И очень большинство термонировано. Поскольку здесь очень резкая граница, только не очень. Так что, если темно, они дальше идут. чуть подкорректировано положение. Зубов. Не зубов, а зубных лобов. Вот тех отверстий, в которых зубы все делают. Это же не прямыми. Да. Так. Вот. вот этот кусочек немножко упорядочено. И дальше. Видишь, вот эту тенемую полосу, я сейчас провожу. здесь ведь нет четкой границы. Вот это вот шлина. Посмотрите, здесь какая-то граница есть. Вот эта страница. Нет. Вот здесь нет? А вот здесь нет. А вот здесь нет. Поэтому здесь мы не набираем. Я эту границу показываю тенью. Собственно, особенности теневой техники, мы все необходимы были. Тенью тоже на границу. Тенью тоже. Да. Да. Он вверх. Вот понятно, почему я говорю, вы не нажимаете на корондаши, и сейчас следится опасно-то. Если бы это следить совсем не было, вдруг надо еще разнушить. Вот. Подобуемся. Вот. Вот. Вот так и постепенно. Небольшой здесь на двух часов. И если тень подходит в какую-то линию, смотрю сейчас, что я делаю, видишь, постепенный переход. Постепенно. в тени. Не темная плаца, а потом сразу светлую область. Да. А постепенный переход. Идея, да? Вот. Ну да, это вполне. Вот, знаешь, линия, в смысле, техника теневая с Дубровной не очень сочетается. Потому что попробуешь, немножечко в тенях. Потому что с Дубровной у тебя получается. Ты научился. Вот попробуй немножко почувствовать, что такое теневое тене. вот смотри, есть такой фокус. Вот эту теневую зону, видишь? теневую зону. Угу. Смотри, у тебя вот здесь более темное пятно, да? А здесь более светлое. А здесь линия. Так ничего не будет. Посмотри там. Вот в этой теневой области, где темнее, где более густая тень, ближе к линии или дальше от линии? Дальше. А ближе к линии тени нет? Вот на этом сейчас нет. Сравни яркость тени вот здесь и вот здесь. Где светлее? Белее или правее? Правее. Правее светлее у тебя. Хотя правее темнее. И яркость тени должна вот той точке, где вам подходят к линии, не отличаться от яркости линии. Вот тогда вот собственно в этом и есть эффект не заливки, а именно теневой техники. Когда линии переходят в тень. И объем можно лепить не линиями, а тенями. Такими мягкими переходами. в тень Понятная идея? Ну и вот здесь тоже самое. Не может быть вдоль линии слепой полосочки. яркость яркость тени здесь должна совпадать с яркостью линия. Вот так. А более мягкую карандашу тянем. Ребята, кого-нибудь HB есть? приятно. Вот 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 спасибо. День по вам за мягкую камеру достаточно резкую границу. Видишь дерево? Светлая площадочка, а потом очень темная. Для этого надо, чтобы окружающие тени были достаточно интенсивными. Вот так. Ну давай дальше, самое неплохое начало, только когда работаешь с тенью, штрихи не должны быть различимы. Ну, посмотри сейчас. Видишь, что я делаю? После этого штрихи остаются или нет? Вот попробуй так само. Давай. Ладно. Ну а теперь попробуй очень хорошо, что ты так себя сдерживаешь. А теперь попробуй немножко одноклеться. Смотри, вот на этом участке, вот здесь, пол, безвозначен вырос. Те, на самом деле, намного легче. Ну вот и попробуй уже переходить от подготовки, потому что подготовка-то очень хорошая. Вот. Уже как-то надо быть. Потрогу передать под действием. А заодно показать вот это ребро. Здесь хорошо видно, светлое ребро. То, что на скловой дуге, это просто сверху идет. Вот так. Ну вот, другой отдел. Ну вот, давай попробуй немножечко стены повозиться, да? То есть, так, помешку. Где самая темная участка? Ну, вот этим войдем и считаем. Ну, вот, наверное, здесь. Вот это участка вот здесь, да? Вот здесь. Ну, давай лучше сверху. Начинаем. Так. Попробуем. Полную силу карандаш не надо нажать. Потому что усилить всегда потом можно. А вот и драйв сложно. Да, в этот период. Возникли спор биологический. Ну, вот данная часть от рыбопилы. Язык это? Нет. Язык это. Передняя вытянутая часть черепа у всех позвоночника называется ростом. Вот это ростом. У большинства рыб ростом это просто обтекатель. Для придания обтекаемой форме тела, да? У самых скоростных, а самые скоростные это меч рыбы, мэрлины. Вот. У них резко оттянуты вперед, такой шевообразные паворусники. Вот. Это все совершенно не биопога. Ну, представьте себе. Меч рыбы протаранил добычу и насадил на свой меч. А потом ее съест. А как она ее съест? Никак. Рук то у нее нет, а даже если бы и были руки, длинная ростом она такая, что не натянешься до конца. Да? Это обтекатель, позволяющий резко снижать сопротивление при движении воды. А вот это универсальная лопата. Дело в том, что питаются и пилорывы, и пилы рыбы, а это две разные группы. Внешне они очень мало отличаются. Хотя пилорывы это на самом деле скаты, а рыбы пилы это акулы. Да? Отключаться они будут в одном признаку. У всех акул жадерные щели с боков тела. Вот здесь. А у всех скатов жадерные щели с них. Питаются они всякими донными существами, которые родятся в грунте. И вот, для разрыхления, думают... А за ним плодилось? Угу. Что такое... А, ну на огородь, наверное, это возился. Или возился? Возился. Значит, есть такое огородное орудие, такая трехзубая тянка. Есть. А почему не просто лопатка? Ну, разумеется, крупные частицы, чтобы проходить. Ровно тоже сравнение. Угу. А если вот взять рыбку, у нее рост рум огромный, если у нее кто-то знакомится, будет ли это с ними сейчас любить? Может ли она вообще... Будет постараться избавиться. Избавиться можно только за счет трения какой-нибудь прочный предмет. Дело в том, что все вот эти вот сверхскоростники, они рыба открытого океана. Они редко подходят к берегам. Так что для них это очень большая неприятность. А в Британском музее хранится такой занятный экспонат. Выпиленный прямо из борта торгового судна кусок обширки. Дубовые доски получены в моей ладони. Да? Родельное шпанго вот такого сечения дубовый брус. И за ним стояла бочка с вогнами. Вы же такую бочку понимаете, да? Хорошо. И вот все это хозяйство, пролитое рост румом пилы рыбы. То есть она шла на скорости порядка сотни километров в час. Масса порядка трехсот килограмм. И энергоударов вполне хватило, чтобы это хозяйство посадить. Ясно, что это не была попытка потопить каранда. Это была ошибка навигации. Ну не развернулось. О, в языке? О, в языке бывает разное. Как и все остальное. У большинства рыб это такая складка, которая идет по дну нижней челюсти. И, в общем-то, не очень подвижная. Ну, сейчас я вам покажу некоторые языки и дам попробовать. Правда, очень аккуратненько. Попробовать не на пусто, а попробовать пальчиками. Чуча головы. Так, очень аккуратненько. Попробуйте вот так сюда ввести пальчик и пощупать, что у вас под пальчиком. Ни в коем случае не дергайтесь. Так что помочь вам после этого будет очень трудно. Так. Обратно вынимать палец. Очень-очень аккуратно, не дергаясь. А посмотрите, где он. Еще как съесть. Вау. 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 А, из-за языка? Не только из-за языка. На мёгу посмотри. Какие у него классные. На мёгу. И на языке. И на языке. Целые участки по форме отленка. На мёгу, на языке. Вот наши зубы, которые на чистых костях, называются крыльевые зубы. Они по краю бежат. А кроме этого есть всякие другие зубы, как вы видите, в большом количестве. Угу. Угу. Ну и зачем нужны вот эти вот нюзные зубы, насосники и зубы на языке? Ну что, чтобы с обычной вперед. А они такие прямые гопья вниз направленные или вверх? Нет, чтобы с обычной не смогла выйти. Правильно. Они же запоршенные в сторону гопки. И после этого легкие движения языком вперед-назад. Вперед язык нормально идет. Вот эти зубы мешают или нет? Пробинцеваться в сторону? Не мешают. А когда язык назад пошел, он что делать с добычей? А он проталкивает в гопь. Значит, в гопе таких движений углубляется захват. Я отыкнул по поводу языков рога? Ура! Это имущество хорошей коллекции. Как-то ответили на любой вопрос, он же не только словами, а подошел и вынул показывал. Это у нас такая история была. Ну, на самом деле. Девочка, семья переехала из Хабаровского, в начальной школе. Учительница спрашивает, дети, какие рыбы вы знаете? Она поднимает руку и говорит, Калуга. А эта рыба, она водится только во море. Да. Ну, не только во море, но, во всяком случае, в европейских бассейнах и в мире. Да. Ну, учительница обсмеяла ее на весь класс и сказала, Калуга – это город. Все понятно, запросто. Ну, учителя бывают разные, еще раз говорю. Так же, как учителя, по секрету вам скажу, учителя позже люди. А люди, как известно, бывают разные. Так, лон, очень хороший гардинент. Вот здесь все дальше. Только смотри. Дело пока вертикально, друзья. Вот это совершенно правильно. Но дело в том, что есть еще и вот такой. Не вот такой, а вот такой. Вот это самая выпуклая часть. Поэтому вот здесь вдоль поперечного, затылочного, вот видишь, здесь тоже тневая классная метка. Так что вот это светлое выделение твое будет вот сюда, и даже не будет скачать из светлой зоны. А вот здесь тень. А, Деник, почему из-за черепахов делали 14 среди евро? Ну, по-первых. Там, где выводятся такие черепахи, кто из них делали, а в Европе таких черепахов не водились. Вот. Это же тропический зал. А в Среднее Коре европейцы не очень в тропчиках гуляли. А тогда парковцы не улыбывали, когда торговцы? Знаете что? Как по-другому, первые европейские торговцы, допустим, в Лондонетии, когда появляются? 1500. Ну, после 16 века, разумеется. А в Среднее Годе когда кончается? 15 веке. Ну, это тоже не в Среднее Годе. 13-е. 13-е, это уже позднее Среднее Годе. В эти времена, ну, в эти времена, конечно, европейцы просто в таких местах, их пока еще нет. А тропки с традиционного оружия вообще очень интересны. Для той же самой Полинезии и Микронезии, там, допустим, не только они и права были. Вот. Но мечи у них были. Причем мечи такие, что европейцам мало не показалось когда-нибудь туда попали. Это очень прочее дерево? Не-не-не-не, это очень прочее дерево. Вырезается полоса, вырезается камень без цены. А по краю этой полосы вставляется вот что-то. Видите? Да. А, да. В Европе такие мечи с волнообразными лезвиями назывались фламберы. Так? Вот такой фламберы, инкрустированный акулями и зубами, оружие страшнейшее. Даже касательное, там, не прям рубанутому человеку, а касательное зацепило. Представляете, что это? Это же пиларик. Причем, это лунака, это зубы с ровной промочкой. А сейчас покажу в большинстве акул, какие зубки. Это просто пуляниевые челюсти. А крепили они наш зуб? Какой был кривьерный делал? А, очень просто это делалось. Это со временем верхнего пулялия, которая была освоена вполне. Сначала кремневым крестом прорезается паз у держателя. Держатель – костяные, роговые или деревянные. После этого либо кремневые пластинки, либо вот такие вот, ну, в катеринском чайку везут. Основание подполировывается, чтобы кто еще не ходил в паз. И после этого делается простая штука. Зачеркнули горст песка, так, и разболтали в воде. То мутное, что осталось сверху, через, там, полминуты слили. Какого размера частицы оказались в той воде, которая слили. Все плотно выпало. Таким образом, очень легко фракционировать самую мелкую фракцию песка. Никакая техника, там, какие-то фильтры, все это не нужно. Это называется отночь. В результате получали такую каминную пудру. И разводили ее просто на смоле. Да. И вот этой мастикой заполнялся паз. После этого, вот так, с усилием аккуратненько вставляли сверху. Трение оказывалось такое, что вытащить потом, ну, зубоврачебный инструмент можно, а вот как-то иначе не выйдет. Ну, допила, допустим, геруля. Да. А сейчас покажу. Вопросы об инструментах. Периодически не очень. В аптеке, в аптеке, в аптеке? Да. Ну, вообще есть такая сеть, которая называется медтехника. Вот нижняя челюсть, пламинка нижней челюсти. Зубы крепятся в нижней челюсти. Крепятся они вот в таких шахтах, которые называются зубная лидерова. Теперь берем челюсть, вынимаем зубы. И на место зубов подгоняем кремневые бонусы. Закрепляем их на мастике. Что имеем? Иним ножом. Причем точить ее не надо. Перемневая реза обладает способностью к сам заточке. В отличие от стойных. Да? А износился совсем рабочий инструментик? Вы, наверное, поставили ноги. Абсолютно другая самоаппаратизма отношений к инструменту. Вот. Дометаллический инвентарь – это совершенно иначе. Для увеличения выразительности. Попробую просто применить штрихов в обществе, штрихов, штрихов в этой плоскости. А попробую в этой пунктикулярной плоскости. Вот смотри, несмотря на то, что работаешь очень аккуратненько, но все равно на положении штрихов видно. А если ты его перекрыл перпендикулярно, то у тебя, да, у тебя оказывается просто штрихов в обществе. Угу. Понятно, что здесь очень? Давай. Очень неплохо. Очень неплохо. Попробую клюш проработать. Вот. И, ребята, к слову, вполне нормальная практика. Очень часто, кстати, применяемая. Вот смотри, вот это законченный рисунок или нет? Нет. Законченный. Ну и сейчас фотография. Биологический рисунок дает возможность обратить внимание зрителя на то, что нужно. В данном случае. В данном случае передана общая конструкция и выделена та часть, на которую надо обратить внимание. Собственный череп. Так? Так что стремиться к полному завершению во всех деталях, ну, хорошо, конечно. Но если не получится все детали проработать, ничего страшного. Проработайте одну область. Проследование. Ну, это вот такое, вполне правомерное, техническое изменение задания. Ну, пока в нем не получается. Вот смотрите. Если я вот так закрою, то форма понятна. Видно, что вот здесь у вас хорошо, как-то полосферический выступ получились. Здесь более-менее понятно. Но стоит вот это прибавить, и все уходит. Трудное место. Ты ждал самого начала. И ракурс еще бы выбрали такой. Посмотрите, очень важная деталь там. Вот здесь есть темная теневая участка? Есть. Вот эта светлая небольшая граница отделяющая. Понятно, что это завершение глазной орбиты. Вот идет глазная орбита, да? И вот кончается таким порожком. Так. А у вас этого нет. Вот смотрите. Я сейчас накладываю тень по порожкам. Она там яркая? Достаточно. Да? После этого. После этого вот эта вторая, да? А над ним тень есть? Да. Да. А вот сейчас вы видите. Посмотрите. Тень, которая лежит, вот она ограничивает орбиту. Она намного более интенсивна, чем вот эта. Согласны? Да. Вот сейчас у вас начнет крепиться объем уже мозговой коробки пользуется. Для этого надо сделать намного более отчетливо и понятнее вот эту границу. Для этого нужны кандажи разных юристов. Совсем маленькие кусочки, но зато очень резко отличающиеся с поверхностью. Приятного интереса. Мне кажется, что это не так. Я здесь наконец-то состоющее. Можно. Нас надо поднять ее. Давайте ее цветом можно. Да нет. Вы решаете, что здесь я прихватил ассоциативу, но это правда продуманность. Продолжение следует... 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 Вот попробуй вот здесь разобраться, вот на этой части. Так, ну, вполне себе. Дед Марио Шмидович, оставлял его без проработки всю челюстную часть и попытался понять, что такое выразительность у него рисунка вот на этом, на том, что вы сделали. Смотрите, сейчас я эту коричку возьму. У вас не то, что не плохо, у вас просто очень хорошо. Ну, теперь смотрим. Вот видите, Марио Шмидович это лопнуло. А дальше, а дальше вот что я делаю. Вдоль линии зона возрастания интенсивности. Если я эту зону не сделаю, мне нельзя будет оправданно усилить саму линию. А вот теперь, после того, как переход у меня плавный, так, я могу взять и сделать здесь вот так, и здесь вот так, и здесь вот так. Все анатомические детали ты передал совершенно точно. Так. Но после того, как я увеличил контрастность вот этих линий, вспомнил, как стал выглядеть рисунок. Более объемным и более выразительным. У тебя убрал светлое. Вот здесь светлое. Вот. Вот. Когда вот так работаешь, самое главное не перебрать, не напачкать слишком сильно. Вот это уже отработка после того, как все основные вещи сделаны. Это уже завершающая стадия. Для того, чтобы показать вот эти вот ребра, чуть-чуть усилим. Сделаем даже просто более конкретным вот эту границу. Я даже ее усилить не буду. Я просто объединю все штрихи для того, чтобы левая граница у светлой плосы оказалась вполне заметной. Вот. Понятно? Попробую вот здесь вот, на затылке, проделать примерно то же самое, что я здесь проделал. Так. Ну-ка давай давай. Вполне. Вполне. Ну вот, давай посмотрим. Я делаю совсем тонкую, но зато достаточно яркую линию. Зачем? А я подчеткиваю границы самого объекта. Контур. Здесь не может быть расположенности. Граница должна быть четкой. Слегка усиливаю угловые тени. Так. Так. Ну, смотри, совсем чуть-чуть. Добавляли. Все остались в твоей линии. Угу. Нажмите. Нижняя граница. Нижняя граница. Вот так. Вот. А быстрее рисунок сразу поменялось. А добавим то ведь совсем чуть-чуть. Хорошо. Попробую вот эту часть. На остатке времени. Понять, что с ней надо сделать. И будет отлично. В качестве первого варианта теневого. Очень хорошая. Тень снизу вещь, конечно, хорошая. Но тогда, если уж вы к ней прибегаете, тогда сразу придется, во-первых, дать здесь жесткую линию, чтобы показать, что это не случайная выступала вообще. Граница, что это? Разобраться с тем, что вот это за линия. Так. Угу. Если звук, тогда он не может не быть теней. Во-первых. Во-вторых. У него должна быть значительно более отчетливая. Потому что он там в тене. Вот скуловой дверь. Так. Угу. 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 Смотрите. Продолжение этого дверь уходит вот сюда. Вот этот теневой и угу. 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 И вот здесь вот, обратите внимание, внесло немножко филипсов. Если это не изморожен, то это не получилось, но только плоскую площадку. И дело в том, что стволы, это как, если нет, через вот такую плоскую площадку? Вот не переборщи, не наборщи, не назвали замыслов. Смотри, есть ли настолько выраженный вот такой выступ у основания каждого зуба? Там живых нет просто. Зато на всей челюсти вот здесь теневая плоса есть, прямо над зубами. Понимаешь, где рисунки фантазировать? Да можно, конечно, не может художник не фантазировать. Но прежде чем возникнет способность качественно воплощать фантазию, надо сначала научиться, ну хотя бы чуть-чуть, работать согласно с натурой. Это дисциплинирует руку, глаз. Только так можно научиться делать не что получится, а что захочешь. Тогда вот есть с чем сравниваться. А уж после того, как рука и глаз дисциплинировались, ну господи, хозяин-барин, во ей все, что хочешь, как хочешь, в любой манере. Вот, видишь, совсем чуть-чуть поправили, а может стало существенно понятнее. Я бы еще раз две секунды посиделил. Нажимаем грозницу подчеркнуть. Ну, помню, помню. Вон, видите, как у вас прям воскличает дыха, сквала другая. И видно, что темя выступает на облесущем области. Но в качестве начала вполне достойный результат. Хорошо. Ну, господа, давайте вот сейчас дорабатываем немножко. Спешить не надо. Спешить не надо. Спешить не для ручной порции. Потому что у меня получилось. Игорь Николаевич, а это же баклан, да? Это серебристая чайка. А, чайка. Ну, точно. А это серебристая. А это серебристая. Николич Михайлович. Это много. Помню. Да, американская много можно написать. На шеверопейских полтора разумеется. Рисунок замечательный. Никакого отношения к тому, что перед тобой он не имеет. Почему? Потому что я вообще не вижу связи. Рисунок хороший. Объект перед тобой стоит тоже хороший. Рисунок хороший. Объект перед тобой стоит тоже хороший. Сравниваем. И когда что-то... Вот, сравниваем. Испередина, она и тоже. У них есть похожесть. У них есть похожесть. У нас есть парка стихов, с которой я конечно работаю, Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok